Вновь на одной сцене два легендарных танцевальных коллектива «Алан» и «Войнах». В этот раз наша республика принимающая сторона. На сцене Остинского театра представили лучшие номера. В зрительном зале свободных мест нет, и так практически всегда. Тему продолжит Зоя Утараева. От происходящего на сцене невозможно отвести взгляд. Грациозные движения девушек и воинственный дух мужчин. Танцоры словно парят в воздухе. Именно так можно описать выступления двух легендарных ансамблей «Алан» и «Война». Сегодня, как объявили танец дружбы, можно сказать, это танец братства. Потому что эти два коллектива всегда дружили. И как братья по сегодняшний день живут не только на сцене, но в нужный момент, когда у человека где-то радость, веселье, счастье. Мы всегда друг к другу приезжаем. Руководителю ансамбля «Войнах» Рамзану Ахмадову присвоили звание народного артиста Северной Осетии. За плодотворную деятельность в области хореографического искусства артистам коллектива вручили почётные грамоты. Культура, она имеет свойство соединять берега, наводить мосты дружбы. В этом смысле вот эти концерты обменные, которые называются концертами дружбы, они очень актуальны, очень ценные. Немножко волнуюсь, потому что у меня много регалий. Но заслуженный или народный артист Северной Осетии для меня, она всегда была желанная. Я постараюсь оправдать это доверие, это звание. Для меня это очень почётно, вместе с тем очень ответственно. Гости республики говорят, выступать в Осетии всегда приятно. Зритель принимает тепло и душевно. Такие совместные концерты очень полезны для обеих коллективов. Обмен опытом, дружеские отношения крепчают. У нас один концерт уже прошёл, было очень весело, интересно, в хорошей атмосфере прошёл концерты. Концерты дружбы двух ансамблей проходят не первый раз. Недавно Алан представил свои лучшие номера в Чеченской республике. По мнению артистов, это укрепляет отношения между регионами, а также помогает воплотить в жизнь новые творческие планы. Мне очень нравится принимать участие в таких концертах. Конечно, можно подумать, что присутствует элемент соревнований, но это не так. Мы дружим, очень любим друг друга, очень уважаем. Также наши руководители представляют собой пример такой искренней творческой дружбы. Важно периодически, систематически, раз в полгода, раз в год, с интервалом в год, допустим, так это обмениваться. Потому что за это время ты накапливаешь то качество энергии, которое тебе необходимо. И когда ты попадаешь в среду с такими же, как ты сам, то оно дает такой немножко иной магнетизм. Традиции крепкой дружбы между творческими коллективами нерушимы. И совместные концерты двух легендарных ансамблей вновь это подтверждают. Зоя Тараева, Владимир Кокоев, Пимбулат Зуцев. Новости Осетии.